Всем привет! Этим дождливым осенним днём к вам врывается E-Space. Меня зовут Наш Селиков. Разгоняем осеннюю хандру и в очередной раз продолжаем обсуждение The International. В студии, разумеется, я и, конечно же, наш эксперт Алексей J4 Липай. В прошлом J4 — это X-тренер состава Немига по Dota 2. Лёша стал известен своими выступлениями за команду Devil Mice, с которой он занял третье место на WCG 2012 года в Китае. Кстати, в 2017 году он и сам выступал на TI в составе команды HellRaisers. Тогда коллектив занял 17-18 место. Так что наш гость по собственному опыту понимает, что сейчас чувствуют игроки. Итак, мы обсудим групповой этап, первую половину плей-офф, а также проанализируем шанс команд в матчах второй половины нокаут-стадии. Итак, Лёша, привет, доброе утро. Как вообще дела твои? Привет, отлично. Это хорошо. А расскажи, как тебе в общем впечатления об этом турнире? Ну, впечатления двоякие. Турнир в целом интересный, однозначно для просмотра. Но на фоне прошлого НТА, на мой взгляд, он проигрывает немножко. И по качеству игры, и по уровню интриги. Ну, и то, что команда, мне кажется, может не так мотивирована, призовой все-таки пониже. Ну, и то есть это все еще интернешнл, но ощущения пока немножко не те. У нас новый формат группового этапа. Что ты о нем скажешь? Формат мне понравился, как ни странно, новый. Группы прошли довольно быстро. Плюс каждый матч влиял, мне кажется, больше на результат, чем в прошлые годы. Плюс интересная идея с матчами за посев сразу же после групп. Мне понравился формат. А насколько честно и правильно проводить десайдеры после группового этапа? Ну, я бы смотрел на этот десайдер, скорее, как на матч верхней сетки. То есть изначально все команды, 16 команд выходят в верхнюю сетку. Это первый матч верхней сетки. То есть если смотреть на него с этой стороны, то все получается довольно честно. То есть по факту ничего не поменялось, просто поменяли название? Да. И сделали верхнюю сетку на 16 команд вместо 8. Как, по-твоему, команды справились с групповым этапом? В принципе, все неплохо справились, все вышли из группы, кроме квестов. Их выступление было удивлено, очень негативно. И, как мы видим, у них была самая легкая группа. То есть никто из группы D не вышел в топ-8, и они в этой группе заняли последнее место. Вот их выступление было удивлено с негативной точки зрения. Остальные, в принципе, плюс-минус, как я ожидал, выступали. ВП, в принципе, порадовали. На фоне их выступления на Рияде, то есть было видно, что прям работа проделана, прогресс есть, и молодцы вообще. Вышел патч. Как этот патч повлиял на стадию? Сложно сказать. То есть какие-то герои явно были сильны. Затронутый патчем, как Свен, который был в первой фазе постоянно. Он вообще почти выпал. Только поздние пики сейчас. Тра ЦК, наоборот, набрала популярность насчет патча. То есть какие-то вещи он повлиял. Но фундаментально, мне кажется, не очень сильно. То есть плюс-минус такая же расстановка сил. Что не получилось у Тандера Вейкен, за который выступает, кстати, наш беларусь Smiley Knight? Ну, я не очень пристально следил за их игрой. Но, на мой взгляд, им не очень повезло с группой. То есть если посмотреть, три команды из группы B сейчас в топ-8. И Shopify. Была четвертая команда, которая вылетела. Это все-таки топ-2 предыдущего крупного турнира, Дремлиги. Ну, просто не хватило опыта и не повезло с группой, на мой взгляд. Поговорим про другой матч. Как ты оценишь выступление Entity с Димой Фишманом? Entity плюс-минус, как я ожидал. То есть они выступали на своем уровне. Неплохо. В топ-8 выйти им это не позволило. Ну, если бы где-то чуть больше повезло соперникам, возможно, они бы вышли в топ-8. Но как выступили, так выступили. Неплохо. Какая из команд по итогам группового этапа, на твой взгляд, показала себя фаворитом? Spirit однозначно. Они для меня были повыше, чем остальные, чем LGD и Liquid. LGD и Liquid я бы выделил как следующий уровень контендеров. А кто, по-твоему, может победить в TI? Spirit, опять же, назову главным фаворитом. LGD, наверное, поставлю на вторую строчку для меня. И Liquid скорее третья, но у них есть потенциал тоже. Как тебе вообще первая половина плей-офф? Разные очень выдались матчи. Были откровенно скучные, как, например, ББ против KD Stars. Были интересные затяжные игры. В целом, как для начальных стадий, очень даже неплохо. Насколько пауза между поединками плей-офф может подорвать пиковую форму команд и их психологическое состояние? В теории, конечно, может, но, на мой взгляд, дистанция у команд еще не такая, чтобы набрать ступиковую форму. То есть у них был разрыв между групповой стадией и первой фазой плей-офф. Примерно такой же, пять дней. То есть команды провели по одной-две встречи. И, на мой взгляд, форма уже начинает ощущаться, когда ты несколько дней подряд идешь и стрекуешь. Условно ты играешь в ботресель и победил. На следующий день ты проснулся довольно еще одну ботресель и победил. И вот уже на третий день ты уже просыпаешься прям такой, уверенный в своих силах. А сейчас даже нету такой дистанции, чтобы эту прям какую-то уверенность такую набрать. На мой взгляд, не очень сильно скажется. Давай-ка вспомним с тобой International 2017 года. Какой он был? Атмосфера, конечно, ощущалась винтовская. Кажется, инты в Сиэтле, они такие самые атмосферные. По крайней мере, для меня. Для того, кто следил с самого начала за серией турниров. Но в то же время атмосфера эта была смазана, поскольку непосредственно на арене мы не сыграли. Наблюдать стороны изнутри, конечно, приятно, но немножко не то. Так что такие. У меня впечатления разные остались от турнира. А вот теперь попробуем сравнить TI 2017 года и 2023. До конца пока сравнить сложно, поскольку мы еще не видели мейн-ивента самого на арене, которая была реставрирована. Ну и плюс, тогда я находился на месте. Сейчас я смотрю со стороны. С точки зрения ивента, на мой взгляд, тот был помасштабнее. Крайней мере, на текущую. Ну и призовой стоит отметить. Призовой, да. И как-то все помасштабнее ощущалось для меня. А какой тогда была Дота и как она изменилась? Что изменилось в Доте за эти 6 лет? Ровень команд средний, ощутимо вырос. Конкретно этот турнир может... Не самый лучший пример, но если даже прошлый турнир взять, то там было 20 команд и все были конкурентоспособны. Те, кто вылетели на первой стадии групповой. И в целом это тренд такой. То есть Дота гораздо более конкурентоспособная. Больше структуры в командах. Ну и в целом уровень игры однозначно вырос. То есть получается, смогла бы ли команда, которая вылетела еще на групповых этапах в 1927 году, самая слабая, победить в той Доте 17-го года? Ну это как сравнивать эпохи в спорте, то же самое. Все-таки Дота, она проживает эти циклы довольно быстро. Поскольку патчи меняются, и игроки довольно быстро меняются. Это, на мой взгляд, не очень корректное сравнение. Хорошо. Хорошо. А как ты думаешь, насколько выросла популярность Доты? Или как она изменилась с 18-го года в самой игре? Ну, вот на мой взгляд, интерес к этому турниру меньше, чем к предыдущим. И он меняется не в лучшую сторону, этот интерес. Так что ждем от Valve каких-то ходов. Сейчас они с CS-кой разберутся сначала, а потом уже ждите в Доте. Хорошо. Ты выступал на NTA. Какие были ощущения у тебя? И в чем отличие от TI от других турниров? Ну, ощущение, как я сказал, была атмосфера, значимость и такой общий. Отличие... Наверное, для меня было отличие в том, что прям каждый микромомент хочется отыграть до конца. Не важно, что происходит в игре, выигрываешь или проигрываешь, но прям хочется прямо здесь сейчас показать максимум и все. Тогда вы заняли 17-18 место. Хотелось ли бы тебе выступить снова на NTA в качестве игрока? Или уже все-таки ты хочешь привести своих подопечных к победе? Как у тебя сейчас настроение изменит? Хотелось бы, конечно, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Однозначно хочется на NTA в том или ином качестве. Побывать, выступить и какой-то результат показать все-таки, а не 17-18 место. Побывать в кабинке, ощутить эту атмосферу. Давай поговорим про четыре матча, которые откроют решающий этап. Первый сыграет Noons и Gaming Gladiators. Кто из команд пройдет дальше? Gladiators для меня однозначно фаворит тут. В Noons есть интересные герои, которые кроме них никто не использует. То есть Flames Doctor, Медовый Агр у них там проскакивал, и Clockwerk. Но на мой взгляд, Gladiators, они просто более классная команда. И они, в принципе, уже набрали форму. Думаю, без проблем. Дальше. Вечер продолжат BB и Virtus.pro. Смог ли команда FNG обыграть BB? Для меня очень интересная пара. Мне, как я сказал, очень импонирует стиль Virtus.pro, как они играют на этом турнире. BB тоже команда, за которой я, в принципе, весь год следил. Поскольку, собственно, против них приходилось много играть. Они очень круто исполняют. У них свои какие-то заготовки, идеи, которые другие команды не используют на этом турнире. То есть они больше играют от комфорта. В ВП же больше. У них просто держится какая-то стратегия в драфтах. Более цельная, как по мне. Ну и вот это противостояние этих двух стилей для меня интересно. Плюс регион. Я, наверное, склоняюсь к BB, но незначительно. То есть 55 на 45 я бы дал в этом матче. Болеть буду за УП. Понятно. Следующая наша пара. Spirit и Liquid. Обе команды фавориты. Ты поставил Spirit на первое место, Liquid на третье. А кто из них убедит? Хотя мы уже, кажется, знаем твой ответ. Да, я склоняюсь к Spirit. Мне кажется, они постабильнее. Они лучше удерживают давление. На мой взгляд, это вот та единственная относительная слабость Liquid, которая не дает им именно победить. На последней стадии дойти до турнира. То есть у них прослеживается какие-то спад игровой, как будто моральный, в некоторых моментах высокого давления. И на мой взгляд, вот эта основная сила Spirit как раз. То есть они умеют переламывать тяжелые встречи. И, ну да, ставлю на них. Завершат оговоренный день LGD Gaming и Azure Ray. Кто здесь, окажется, победитель? У меня импонирует LGD. Мне нравится, как они драфтят. То есть у них очень большой объем стратегий. И они неплохо исполняют. То есть это команда из их региона Китайского, с которой я слежу. И думаю, они победят. Мне нравится, как они мысли отыграют. Так, давай поговорим про счет команд. Вот мы уже обсудили про победы, кто как. Но! И все-таки. Nouns и Gaming Goodreaders. Какой будет счет? 2-0 GG. 2-0 GG. Хорошо, дальше. BB Team и Virtus.pro? 2-1 BB Team. Угу. Spirit и Liquid? 2-0 Spirit. Угу. И LGD и Azure Ray? 2-1 LGD. Финал TI 2023 года пройдет 30 октября, ровно в полночь по белорусскому времени. Чего ты ждешь от этого TI? Жду все-таки атмосферы той самой, интернешнловской. Ощутить ее хочется на новой арене. Ну и классных игр, интересных. Ну что, приходи к нам на PopStomp. Мы будем проводить трансляцию, ждем тебя в качестве гостя и вместе насладимся этим праздником Dota. Спасибо большое. Спасибо. Все тебе хорошего, заходи к нам в гости. К слову, компания Бетера организует трансляцию финальных матчей TI 2023 по Dota 2 в офлайне. Поединки покажут в центре Минска в кинотеатре Skyline Cinema в ТРЦ Galileo. Гостей PopStomp ждут квизы с розыгрышами подарков. Игровые зоны с PlayStation и VR, граффити, стена, мэджик-сканер, косплееры в костюмах Dota 2 персонажей, фотозоны и, разумеется, прочие активности. Билеты на ивент можно приобрести в кинотеатре Skyline Cinema, а также на сайтах bycard.by, 24afisha.by и relax.by. Итак, в прошлый раз мы предложили вам побороться за мышь Logitech. Участникам необходимо было угадать, какого размера достигнет призовой фонд. Все желающие оставили свои варианты в комментариях. Но хоть и медленно, призовой фонд продолжает расти. Так что победителя мы озвучим в следующей программе. В этот раз мы разыграем тематический набор мерча от компании БТР. Чтобы получить приз, необходимо угадать победителя и счет финала. До 28 октября включительно оставляйте свои комментарии под этим видео. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и открыть свой аккаунт для проверки подписки. А также помните, что участники должны проживать на территории Беларуси. Вот таким было шоу Испейс. Впереди нас ждет финал Игта, наполненный интригами. Ну а мы прощаемся. Меня зовут Саша Сериков, это Испейс. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok